МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня по земле передвигается почти миллиард автомобилей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую неделю в баках машин сгорает 50 миллионов тонн бензина. Прогнозы экспертов неутешительны. При таком расточительстве природные запасы нефти иссякнут уже через 30 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для России это не так актуально. В России есть очень много газа природного. А для других стран это очень важно. Россия, естественно, в стране не останется. Поэтому нужно искать альтернативные источники углеводородного сырья, которые могли бы ее заменить в той или иной степени. Первые самоходные экипажи приводились в движение паровым двигателем, топливом для которого были дрова и уголь. С появлением двигателей внутреннего сгорания паровые машины конкуренции не выдержали. Автомобили на бензине и дизеле заметно выигрывали в мощности и скорости. Но сегодня, спустя сотню лет, инженеры и экологи все больше задумываются не о прогрессе, начавшемся с использованием нефтяного топлива, а о его последствиях. Настало время искать замену бензину и дизелю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Живой росток поглощает из воздуха углекислый газ СО2 и влагу из осадков H2O. В результате образуются углеводы, соединения из углерода, кислорода и водорода. Когда растение начинает разлагаться, оно претерпевает ряд сложных превращений. В том числе происходит преобразование органических остатков, обогащенных углеводами, в углеводороды. Все, что вы видите вокруг себя, все живое, обязательно в своем составе имеет соединение углерода и водорода. Нефть – это взвесь, состоящая из сотен веществ, 90% которых – углеводороды. Продукты ее переработки – бензин, дизель, солярка – обеспечивают автомобили энергией благодаря своему углеводородному происхождению, вернее, горючим свойствам, которыми обладают все эти вещества. Для поиска таких источников далеко ходить не надо. Надо просто обратиться к природе и искать те источники, которые мы по сию пору игнорировали. Вполне возможно, сейчас нам придется ими воспользоваться. Газы – легкие или летучие углеводороды. Их горючие свойства используются очень широко. Машины на таком топливе появились еще в 80-е годы прошлого века. Углеводородный газ является отличным топливом для автотранспорта. Наибольшее распространение получил в настоящее время пропан-бутан. Потому что он может храниться в балумне, в сжиженном состоянии. Пропан-бутан – сжиженный углеводородный газ. Получают его в основном при перегонке нефти, разделении сырой горючей жидкости на фракции. За счет того, что молекула углеводородных газов имеет более короткое строение и имеется возможность более полного сгорания. Пропан-бутан и метан имеют очень высокое октановое число без добавления каких-либо антидетонационных присадок, без которых невозможно иметь современный бензин. Октановое число – основная характеристика бензинового топлива, показатель его стойкости к самовозгоранию при сжатии. Чем выше октановое число, тем больше детонационная стойкость бензина, а работа двигателя стабильнее и эффективнее. Перевод автомобиля на пропан занимает около суток. Сейчас мы устанавливаем ключок для заправочного клапана, чтобы его здесь не было нигде видно. То есть раньше устанавливали где-то снизу, кронштейн ставили, либо где-то в багажнике, как по желанию. Сейчас вообще можно сделать так, чтобы его не было видно. Это газовый редуктор. Он преобразует газ из жидкой фазы, паровую, размораживая его, тем самым подключаясь к тасолу, к системе бензина. Он нагревается до рабочей температуры мотора. Размораживает газ и подает его уже непосредственно в паровой фазе на форсунке. У машины фактически появляется второй топливный бак. Система полностью автоматизирована. То есть для водителя не надо делать никаких переключений. То есть машина заводится всегда на бензине. Там проливается система, автоматически переходит на газ. Газ заканчивается, он автоматически переходит на бензин. Температура выхлопов в газовом топливе значительно выше, чем в бензиновом. По этой причине раньше быстро выходили из строя детали, не рассчитанные на такой сильный нагрев. Сейчас эта проблема решается изменением времени воспламенения рабочей смеси в цилиндре. Смесь поджигается раньше, чем происходит ее полное сжатие. А после сгорания остывает, чтобы не нанести вреда системам автомобиля. Современное газовое оборудование прошивается в бортовой компьютер. Он сам определяет, когда именно нужно выставить момент зажигания. Внешне автомобиль на газу выглядит вполне традиционно. Представлены два автомобиля. Одна машина с газобаллонным оборудованием, другая чисто бензиновая машина. Каждая машина, конечно, индивидуальна, но большинство автомобилей все прячется, и газовое оборудование практически вообще не видно. Разница не видна не только под капотом, но и в багажнике, куда устанавливается баллон с газом. Его прячут под обивкой в оглублении для запасного колеса. Но проехать на таком баллоне можно всего 350 километров. В два раза меньше, чем на автомобиле с полным баком бензина. До сих пор к такому непривычному топливу относятся с опаской. Ведь смешавшись с воздухом, пропан становится взрывоопасен. Газ гораздо менее опасен, чем бензин. Раньше были очень несовершенные газовые системы, в которых происходили утечки, в салоне бахло газом. Вот это всем не нравилось. Ну и, естественно, рассказывали всякие страшилки, что там взорвалось, там загорелось. На самом деле это все-таки полная ерунда. При правильной эксплуатации пропан безвреден. Баллон для газа сделан из прочной стали. Толщина стенок 3 миллиметра. Чтобы повредить его, нужно приложить колоссальные усилия. Для большей безопасности на баллон устанавливают мультиклапан. Даже в случае минимального повреждения он надежно перекроет выход газа. Утечка исключена полностью, потому что сверху закрывается крышкой. И если какое-то избыточное давление в баллоне, то газ сбрасывается с мультиклапана и уходит вниз автомобиля под днищем. В молекуле пропана 8 атомов водорода и 3 углерода. В молекуле метана атом углерода всего один. Это тот, что горит у вас дома в газовой плите. Так называемый компримерный или сжатый приводный газ. Сжимается в 200 атмосфер. Метан – простейший углеводород. Основной компонент природного газа. Метан иначе известен как болотный газ. Он образуется в результате гниения ила в стоячих водоемах. Для использования в двигателях метан не нужно перерабатывать. Только охладить и сжать под давлением. Правда, давление должно быть очень высоким. Для хранения метана требуются толстостенные баллоны на 200 атмосфер. И поэтому эти баллоны получаются гораздо тяжелее и дороже, чем пропан-бутановые. Стальной метановый баллон, рассчитанный на такое давление, весит 100 килограммов. Установить такой на легковой автомобиль – большая проблема. Поэтому на метане могут ездить только грузовики и автобусы. Также количество заправок на метане еще, к сожалению, у нас достаточно небольшое. Все вот эти факторы сдерживают применение метана по отношению с пропан-бутановым. Минус газового топлива – высокая чувствительность к частоте воздуха. Воздушные фильтры в автомобиле забиваются очень быстро. На бензине фильтр нужно менять через 20-30 тысяч километров пробега. А на газе – максимум через 10. Если этого не делать, из-за недостатка воздуха смесь в цилиндре будет прогорать плохо. Это заметно скажется на ходовых характеристиках. В отличие от бензина, газовое топливо почти не дает вредных выбросов. Однако повсеместный переход на такое горючее не решит главной проблемы. Ведь и пропан, и метан происходят из недр земли. А значит, рано или поздно их запасы могут исчерпаться. Им тоже придется искать замену. Как когда-то нефти. Либо создать технологию, позволяющую производить газы в промышленных масштабах без использования природных ресурсов. Но уже сейчас ученые предлагают реальную альтернативу природным видам топлива. Масло. То самое, на котором жарят картошку и добавляют салаты. Как в любом другом растительном продукте, в масле присутствуют углеводороды. Правда, в небольшом количестве. Немногие знают, что изобретатель двигателя внутреннего сгорания в своих первых установках использовал вовсе не бензин. Сам господин Дизель, когда придумал свой мотор дизельный, он использовал в качестве топлива не нефть, а именно масло. Растительное масло. Получить из масла хорошее топливо поможет несложная химическая реакция. Любое масло смешивается со спиртом и катализатором, щелочью. Это может быть обычная сода или средство для прочистки труб из ближайшего хозяйственного магазина. Оптимальная температура реакции при 40 градусах. В результате мы видим, что раствор сначала мутнеет, через некоторое время он станет прозрачным. В процессе реакции смесь расслаивается на две фракции. На дно оседает вязкая жидкость – глицерин. Сверху остается биодитель. Кстати, если не добавлять спирт и увеличить температуру, в результате такой реакции получится обычное мыло. Из каждой тонны нефти в бензин превращается всего половина. Из тонны растительного масла можно получить тысячу литров биодизеля. У нас до сих пор не используется, наверное, процентов 80 площадей для сельского хозяйства. Поэтому с этой точки зрения у нас перспективы очень широкие. Если нужно будет, мы можем заменить, ну, по крайней мере, 50% минерального топлива на продукты из возобновляемого сырья. Для производства биодизеля не обязательно нужно свежее масло. Превратить в топливо можно и использованное, и даже жир после жарки мяса или птицы. В данном случае мы берем отработанное растительное масло и добавляем к нему метанол. Через час мутная смесь станет совсем прозрачной. Из темного вязкого масла получится жидкий и прозрачный, как вода, биодизель. Характеристики биодизеля практически такие же, как и у обычного топлива. Но главная причина здесь – экологичность. Действительно, в сравнении с нефтяным топливом биодизель выигрывает по частоте выхлопа. Углекислого газа при его сгорании выделяется меньше, чем потребило растение и сырье за всю свою жизнь. В чем заключается беда дизеля обыкновенного? Что там есть сера и много различных других примесей, которые отравляют окружающую среду. Особенно сера. В биодизеле этого нет. В биодизеле совершенно нет и других продуктов, которые могут после сжигания отравлять окружающую среду. Полученный из отработанного масла биодизель будет испытан на настоящем двигателе. Экспериментальная установка полностью имитирует работу моторной системы в автомобиле со всеми нагрузками и сопротивлением. Емкость с жидкостью – своеобразный топливный бак. В него и заливают биодизель. Этот двигатель работает на биодизельном топливе с той присадкой дополнительно, которую вы принесли. И мы наблюдаем нормальную стабильную работу двигателя. Это видно по показателям. Например, вот этот показатель показывает крутящий момент двигателя. Как видим, он меняется очень мало. А уровень его стал выше, нежели был на дизельном топливе. Сейчас биодизель используют в виде добавок к обычному топливу. Для полного перехода на биодизель нам необходимо, прежде всего, это изменение характеристик топливоподающей аппаратуры. Она должна быть настроена на большие подачи, потому что энергосодержания в биотопливе у нас меньше, чем в дизельном топливе. А второе – это то, что температура застывания масла выше, чем у дизельного топлива. Поэтому для использования в таких регионах климатических, как наш, естественно, нужно проводить дополнительные меры. Главный плюс биодизеля – производство из полностью возобновляемого сырья. Но этим достоинством обладают и другие виды альтернативного топлива. Во время Великой Отечественной войны во всей стране не хватало топлива. Бензин шел в самолеты, солярка в танки. А гражданским машинам ездить было не на чем. И тогда были придуманы устройства, позволяющие получать энергию из дров – газогенератора. Из древесины или угля и воды образовывался синтез газ, который сгорал в двигателе и заставлял его работать. Снова необходимое соединение углерода и водорода для получения энергии. Мощность двигателя при этом существенно падала, раз в два-три. Поэтому сейчас вряд ли кто-то поедет на дровах, конечно. И поэтому, в общем, может быть разумно делать из поленьев спирт, которым можно вполне заправлять автомобиль, как жидким топливом. Дрова, стружки и опилки можно превратить в жидкое топливо. Главное, чтобы сырье содержало углерод и водород. В древесине таким соединением является целлюлоза. Она становится топливом в результате брожения. Сырье измельчают, очищают, выделяют из него целлюлозу, заливают водным раствором с ферментами, гидролизуют ее до глюкозы, добавляют дрожжи, чтобы смесь начала бродить. Затем дрожжи удаляют, а из жидкости, дистилляции выделяют спирт. Технический спирт великолепный. Это топливо, октановое число у него выше, чем у бензина. Кроме всего прочего, как бы у него в молекуле уже есть атом кислорода, поэтому для сжигания спирта как бы требуется меньше кислорода, чем для сжигания углеводородного топлива. Биоэтанол можно прямо сейчас налить в бак обычной машины и ездить не хуже, чем на бензине. Разве что иногда может появляться слабый запах алкоголя. Температура сгорания спирта ниже, чем у бензина, и расход такого топлива больше. Если на 10 литрах бензина можно проехать сотню километров, то на 10 литрах спирта всего 70. Он абсорбирует воду из атмосферы, и в результате может происходить расслаивание в бензобаке. После расслоения может замерзать, и это приводит к некоторым сложностям его использования как моторного топлива. Чтобы биоэтанол стал универсальным топливом и не замерзал в холодное время года, ученые предложили превратить его в бензин. Оказывается, это вполне возможно. Вот здесь как раз показана установка по переработке биоэтанола, который вот находится вот здесь, в этой емкости, который потом насосом подается в сам реактор. В реакторе загружен катализатор, и на этом катализаторе происходит так называемая конверсия. Превращение этого этанола в продукты, которые представляют собой углеводороды, и часть водная, которая та самая вода, которая обычно затрачивается при фотосинтезе. Углеводородная часть по своему составу повторяет бензин с октановым числом 96. Чтобы залить такой бензин в бак, никаких переделок не требуется. Не нужны и различные присадки, без которых обычное топливо не обходится. Без специальных добавок обычный бензин может засорить карбюратор и фильтры, а горючее из биоэтанола поддерживает чистоту в топливной системе автомобиля без дополнительных присадок. Вот эти углеводороды, которые прекрасно горят. Одно из самых токсичных веществ, попадающих в атмосферу с выхлопами бензина – окис серы. В спиртовом бензине серы нет, а значит, и выброса вредного вещества не происходит. Самое главное, что бензола здесь практически нет. Одна десятая процента. Это очень важно для топлива, которое используется в наших сегодняшних автомобилях. Потому что бензол – это токсичное соединение, и по нему жестко регламентируется топливо. Чтобы получать такой бензин, технический спирт надо производить в огромных объемах. Для этого требуется очень много сырья. Это не обязательно дерево и древесные отходы. Биоэтанол можно получить из любого другого биосырья. Например, из топинамбура, производство которого можно наладить в любой момент в достаточных количествах, чтобы обеспечить техническое производство биоэтанола. Еще есть огромное количество отходов, которые являются деятельностью крупных мегаполисов. Это то, что выбрасывается в виде мусора. Из него тоже можно выделять углерод, содержащую часть. Из древесных стружек можно получить не только биоэтанол, но и еще один вид альтернативного топлива – древесный или диметиловый эфир. Два атома углерода, шесть водорода и один атом кислорода. Все как в спирте, только кислород идет не в паре с атомом водорода, а в порядке строгой очереди. Это уже газообразное вещество – диметиловый эфир. Обычный аэрозольный баллончик. Такой можно встретить в любом магазине с бытовой химией. Раньше они наполнялись фреоном, а сейчас – диметилэфиром. Он создает избыточное давление в баллончике и вытесняет из упаковки активный состав. То, что диметиловый эфир может быть топливом, выяснилось практически случайно. Человек набрал диметиловый эфир, принес домой и заправил этим диметиловым эфиром газоносилку. И она прекрасно стала работать. Диметиловый эфир в чистом виде является газом. Он может производиться как из природного газа, так и из биомассы. Диметиловый эфир имеет и свойство пропан-бутан. Вы его закачиваете в баллоны пропан-бутановые до давления 5 атмосфер. У него все те же свойства. И та же аппаратура. Изначально в качестве сырья для производства диметилового эфира использовали только древесный спирт – метанол. Но несколько лет назад российские ученые смогли получить диметиловый эфир напрямую из синтез газа – того соединения, которое заставляет работать газогенераторные двигатели. На выходе из реактора мы получаем диметиловый эфир в газовой фазе, который потом анализируется на графической колонке и выводится на экран монитора компьютера, где мы видим, сколько мы получили конечного продукта. Уникальность в том, что метанол образуется прямо в реакторе. И весь процесс проходит гораздо быстрее. У эфира есть серьезные преимущества перед традиционным топливом. В отличие от дизеля, он не замерзает. Диметиловый эфир позволяет решить проблему запуска. На севере без санкции начальство кто-то заправил вертолет и оказалось, что взлетать прекрасно. Не надо ничего, не разогревает ничего. Температура эпиля минус 25. Вот эти топлива для проблем севера. Диметиловый эфир может не только заменить дизельное топливо. Российские ученые разработали уникальный метод, позволяющий производить из эфира синтетический бензин. Первые образцы такого топлива получили в Европе еще в 50-е годы прошлого века. Технология превращения угля в синтетический бензин заключалась в длительной цепочке химических реакций. Для поддержания реакции требовалось огромное количество энергии. Поэтому новое топливо получалось вдвое дороже обычного. Ученые Московского института нефтехимического синтеза решили эту проблему. Мы превращаем диметиловый эфир в углеводороды бензинового ряда. Проделана большая работа, мы катализаторы подбирали, условия, и получили именно тот бензин, который практически можно заливать в автомобиле. Наш бензин мы пробовали на своих автомобилях, и автомобили хорошо ходят. Как и в других видах биотоплива, в синтетическом бензине нет серы. Кроме этого, в нем практически не содержится бензол, токсичный канцероген. В зависимости от используемой каталитической системы возможно получение смеси углеводородов, ну, другими словами, жидкого топлива, различного состава, как бензиновые фракции, так и дизельные, и более тяжелых фракции, которые традиционным способом получают из нефти. Получение обычного бензина требует больших заводских мощностей. Перегонка нефти, крекинг, реформинг. Сложные названия в полной мере отражают сложность самих процессов. А синтетический бензин можно производить на небольших модульных установках. Данная установка представляет собой два последовательно соединенных реактора. Первый реактор предназначен для получения диметилового эфира из синтез газа. После того, как реакционная смесь прошла через первый реактор, она без промежуточного разделения подается в голову второго реактора. И во втором реакторе, по выходе из второго реактора, образуется синтетический бензин. Ну вот я хочу вам показать бензин, который мы получаем на установку. Посмотрите, какой он прозрачный. Он, конечно, выгодно отличается от бензина, получаемого из нефти, своим внешним видом. Но, кроме того, вот такой бензин не содержит ни предельных соединений. И поэтому срок хранения такой бензина намного выше. Нальем. И подождем. Посмотрим, настоящий этот бензин или нет. О, как он горит. Значит, настоящий бензин. А попутными продуктами получения жидких топлив будут газы, легкие углеводороды. Метан, пропан и бутан, которые также можно использовать, как горючее. Научно-исследовательские центры всего мира все больше времени уделяют разработкам альтернативных видов топлива, которые не будут вредить атмосфере, позволят автомобилям сохранить мощность, а автомобилистам сэкономить бюджет. Но главное, избавят мир от нефтяной зависимости. Ведь углеводородное топливо можно производить и без нефти.